Любая акция протеста – это способ привлечь внимание к той или иной проблеме. За последние годы в мире участились массовые акции, участники которых, собираясь вместе, пытаются противостоять негативным явлениям. Многие подобные акции отличались необычным способом выражения недовольства. О самых креативных формах протеста расскажет моя коллега Салатен Мирзаева. Салатен, здравствуй. Вот расскажи, какие протесты и в каких странах привлекли твое внимание. Здравствуйте, Лидия. Уходящий 2022 год ознаменовался большим количеством массовых протестов по всему миру. Антиковидные митинги в Китае, которые были вызваны очередными ограничениями в связи с коронавирусом, стали самыми массовыми в этой стране за последнее время. Протестующие в том числе выступали против политики Коммунистической партии и ее председателя Цзиньпина. Белый лист бумаги, который держали в руках тысячи демонстрантов, вышедших на улицы крупных городов Китая, стал настоящим символом. Он не только намекал на подавление инакомыслия, но и интерпретировался как сопротивление ограничениям свободы слова. В 2022 году самыми жестокими по применяемым методам подавления стали протесты в Иране. Их участники для выражения протеста использовали своеобразный символизм – сжигание хиджабов, а женщины стригли волосы. Так они выступали против смерти 22-летней Махсы Амини, которая была убита режимом нынешней власти. Хотя некоторые эксперты считают данные протеста бессмысленными, история знает примеры, когда массовые акции приносили ожидаемый результат. Так в Ливане протестные митинги увенчались победой демонстрантов. Ливанские женщины переодевались в свадебные платья с пятнами крови, выступая против закона 1940-х годов, который позволял насильникам избежать наказания, если они вступали в брак со своей жертвой. Протест против жестокости этого закона сработал, так как парламент Ливана объявил об отмене закона в декабре 2016 года. С точки зрения психологии толпы здесь имеет место быть эффект заражения. То есть кто-то один, это может быть лидер, а может быть и не лидер, начинает движение, используя какой-либо элемент. Например, он надел на себя желтый жилет. Соответственно, второй, третий и четвертый участник данной акции могут неосознанно заразиться, в кавычках, данным элементом. Почему это работает? Потому что в психологии толпы есть такое понятие, как коллективное бессознательное. То есть люди в толпе могут логически не понимать, зачем они действуют тем или иным способом, но их чувство объединения друг с другом намного сильнее, чем логика и причина, по которой они делают те или иные поступки. Но если совершить ракурс в историю, становится очевидным, что необычные акции протеста начали проводиться гораздо раньше. Так, в декабре 2013 года в Великобритании собрались сотни велосипедистов, которые легли на асфальт, притворяясь мертвыми. Их негодование вызвало небезопасное транспортное движение в городе, которое стало причиной участившихся в стране ДТП. В том же 2013 году в Италии на площади возле Миланской фондовой биржи прошла социальная акция. В качестве протестующих выступили 10 тысяч строительных касок, выставленных работниками строительной отрасли. Причиной протеста стало увольнение около 900 тысяч человек в связи с кризисом в строительной сфере. В последние годы по всему миру все чаще проходят митинги с участием экоактивистов, которые необычными способами протеста пытаются привлечь внимание различных правительственных структур к проблемам климата и экологии. Климатические активисты движения последнего поколения в борьбе за защиту климата обливают томатным супом известные произведения искусства, приклеивают себя к взлетной полосе аэропорта, перекрывают движения на оживленных улицах Германии. Таким образом, они требуют от правительства соблюдения парижских целей по защите климата. Обливать картины разными красками или другими жидкостями, вредить конкретным организациям с целью привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, не совсем адекватно, не совсем правильно, ведь агрессия порождает агрессию. И тем самым экоактивисты, наоборот, приобретают ненавистников, и даже многие сторонники отказываются следовать за данным движением экоактивистов по причине того, что они портят чужой труд, портят чужое творчество, нарушают общественный порядок и так далее. То есть, я считаю, что для того, чтобы добиться каких-то изменений в области экологии, образования, здравоохранения или других проблем, использовать и применять агрессивные методы, нелогично и нецелесообразно. Если акции климатического движения «Последнее поколение» походят больше на шоу, то деятельность другой экологической организации «Гринпис» довольно эффективна, и она стала настоящим образцом для подражания. Неправительственная экологическая организация известна творческим подходом к протестным флешмобам. В июне 1997 года три гринписовца высадились на необитаемом утесе Рокал, затерянном в Атлантике. Экстремальные условия не помешали активистам провести желтой пластиковой капсуле, прикрепленной к столе, 42 дня в знак протеста против геолого-разведывательных работ по поиску нефти. Смелость и выдержка участников акций произвели впечатление на общественность, но добиться победы им не удалось. Поиски нефти продолжились. В Арктике активисты «Гринпис» выложили на льдину 193 флага, что соответствует количеству стран-участниц ООН. Таким образом, экологи пытались привлечь внимание к проблемам Белого континента. Азербайджан, 20% территории которого почти 30 лет находились под оккупацией Армении, не понаслышке знаком с проблемами экологии. После освобождения земель азербайджанцы стали свидетелями настоящего экологического геноцида, который Армения чинила на азербайджанских территориях все эти годы. Сегодня Азербайджан активно противостоит разграблению своих природных ресурсов, находящихся в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Вот уже почти две недели азербайджанские экоактивисты проводят мирную акцию протеста на дороге Лачин-Хан-Кянди, пытаясь привлечь внимание мирового сообщества к проблеме экоцида. Здесь проходят различные флешпомбы, с помощью которых азербайджанские экологи хотят достучаться до мирового сообщества и остановить преступные действия Армении. Какие бы формы не принимали порой протесты, вплоть до гротескных и вызывающих, они всегда имеют целью привлечь внимание общественности к тем или иным проблемам. И нужно признать, чаще всего участники подобных акций добиваются решения поставленных задач. У меня на этом все. Благодарю, Лидия. Как азербайджанские экоактивисты, которые намерены стоять до конца, пока их требования не будут выполнены. Большое спасибо Салатын. А я напомню, Салатын Мирзаева рассказала о самых креативных формах протеста. Продолжение следует...